В славянской культуре отношение к Високосному году особенное. Он считался временем бедствий и страшных событий. Високосный год боятся, к нему готовятся. Существуют различные приметы, правила поведения и многочисленные запреты. Однако в современном мире многие отходят от этого. Тем более, что и у экстрасенсов прогноз на следующий год только положительный. Следующий год у нас, все знают, это год крысы. Високосный у нас год. У людей очень много опасений, и они меня спрашивают про это. Что же будет в следующем году? Потому что на самом деле у нас люди даже больше опасаются этого следующего года, потому что високосный всегда тяжелые года. Мне хотелось бы сказать, что наоборот год будет очень прочим. Достаточно стабильным будет, достаточно стабильным. И опасаться нечего. Там единственное, это вот в 20-м году, скажем, будут всякие такие события, но это будет осень, осень и ближе к зиме. Это уже через год. Год крысы – это достаточно неплохой знак для меня, исходя, скажем, из моей жизни и вообще, как я вот вижу этот знак. Для меня крыса – это хозяйственность некоторая, это бережливость некоторая. То есть тенденции этого года и будут в этом прослеживаться, в некоторой бережливости, в некоторой хозяйственности, в некоторой расчетливости. а краса хитрая, краса умная. Тенденции года очень хорошие. Некоторая бережливость и все с ума. Есть такая народная примета, что в високосный год ничего нельзя менять. И планировать такие события, как свадьба, в этот период тоже не стоит. С этим готовы поспорить некоторые экстрасенсы. Я считаю так, что если в високосный год все-таки поженились, то, что вибрации в этом году требуют больших усилий и энергозатрат. То есть если все-таки врачующиеся дошли до ЗАГСа, то мне кажется, им уже ничего не будет страшного. Я почему-то по-другому рассуждаю. В этом году больше изначально идет некоторых, потому что он високосный, некоторых таких препятствий на пути каждого человека. То есть человеку требуется больше усилий прикладывать, чтобы у него был каждый успех. Поэтому мне кажется наоборот. Вот если все-таки дошли, значит, это пара на долго, значит, это пара на года. Вообще високосный год, он как некоторое такое испытание всегда на прочность. И все, что создается в этом году, оно всегда более стабильно. Чтобы желание сбылось, некоторые не произносят его вслух, другие пишут на бумажке и запивают шампанским. И мало кто задумывается, что для исполнения загаданного важна правильная формулировка. Если человек очень сильно чего-то хочет, не обязательно ждать конца года. Вселенная нас всегда слышит. Вселенная нас всегда слышит. Вот сколько я, даже можно сказать, по своей жизни, сколько я не задавала, допустим, какую-то программу. То есть все, что мы говорим, надо понимать. Вселенная нас слышит. Вселенная нас слышит буквально. То есть мы должны, если мы подаем чего-то мы хотим, мы подавать должны информацию конкретно. Вот, например, я хочу, допустим, выйти замуж. Или, например, за того-то, того-то и того-то. То есть не просто выйти замуж, а то потом будут поклонники, например, но они вам не понравятся. Вселенная нас воспринимает буквально. Например, я хочу устроиться на работу тем-то, тем-то. То есть Вселенной надо ограничивать того, чего мы хотим, чтобы потом не расстраиваться. Ну и что еще очень важно для успеха в новом году – думать о хорошем, настраивать себя на позитив и желать друг другу только самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok